Ожесточённые бои в Украине продолжались всю неделю. В центре внимания были мирные жители, которые находились на территории завода Азов Сталь. В субботу стало известно, что благодаря обоюдным договорённостям по зелёному коридору их удалось эвакуировать. На данный момент взять этот объект у военных сил России пока не получается, несмотря на численный перевес. Бойцы полка Азов оказывают ожесточённое сопротивление. В других регионах военно-воздушные силы России наносили удары по железнодорожным объектам на территории Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, это сделано для того, чтобы замедлить и усложнить поставки современного оружия на поле боя. В ответ на это украинская сторона прорабатывает другие маршруты поставки, уверяя, что оружие будет своевременно доставлено. На фоне всего этого продолжались локальные бои. Российские войска пытались перейти в наступление, но украинская армия смогла его остановить и не дала продвинуться вглубь территории. Немаловажную роль сыграло современное вооружение. Беспилотные летательные аппараты и высокоточные дживелины показывают себя очень эффективно. Благодаря разведданным, которыми делятся США с Украиной, военным Украины удалось нанести удары по командным центрам. В одном из них был ранен генерал Валерий Герасимов, отправленный лично Путиным руководить операцией. В Черном море вблизи острова Змеины было подбито два судна – фрегат типа «Буревестник» и катер проекта «Сирена». Один был подбит ракетой «Нептун», второй подбит с беспилотника. Украинская сторона предоставила видеозаписи, которые трудно опровергнуть. Министерство обороны России пока никак это не комментирует.